Дебошир, которого боятся даже в полиции, нанес новый удар. Хулиган с Кировградской давно держит в страхе весь двор. Бьет окна, стекла машины и самих соседей. Мы уже рассказывали о беспокойном горожанине, и после сюжета Олег немного присмирел. Но хватило его ненадолго. Тимур Насибулин выяснял, как найти управу на буйного соседа. Вдруг такой удар, грохот, я ничего понять не могла, и стекла летят в мою комнату. Вначале Светлана подумала, в доме прогремел взрыв. Но оказалось, во втором часу ночи без объявления войны на нее вероломно напал сосед Олег. В качестве снарядов использовал булыжники. Он уже конкретно мне кидал этот камень, потому что когда я ему сказала, ты что, обалдел, он меня всяко трехэтажным матом и пошел, и скорее убегает. Убежал, вот натворил, он добился своего и убежал. Олег выбил стекла не только в квартире Светланы, ее соседке тоже досталось. Жителей дома на Кировградской дебошир давно держит в страхе. Периодически бьет окна, устраивает пляски на чужих автомобилях и сыплет угрозами. Люди боятся не только за свое имущество, но и за свою жизнь. Выглянул, говорит, ты что делаешь-то? Тебе чем машина помешала? Он подбежал, что тебе еще не нравится? Смотри, что-то из сумки достает. Я так хотел, думаю, выйти. Он что-то достает, думаю, может, что-то дубинка или кто-то вообще. Смотрел баллон. Я быстро окно начал закрывать, он успевает брызгать лицо, он не успеет закрыть. Чтобы утихомирить буйного Олега, жильцы уже не раз обращались в полицию. Дебошира забирали, но очень скоро он возвращался обратно. Соседи горько шутят, даже из камеры его выгоняют за плохое поведение. Сегодня они вновь отправились к нему домой, попробовать договориться по-хорошему. А нам бы Олега увидеть, услышать? Нет бы его. Но Олега дома действительно нет. Сотрудники полиции, видимо, набрались терпения и уже второй день держат его в отделении. Здесь мужчина немного успокоился. Обычно словоохотливый, теперь он отказывается общаться. Он у нас уже в июле месяце 10 суток отсидел по административной. Поэтому здесь то же самое могут от 5 до 15 суток судья дать. Но дело в том, что раз у него сейчас материал находится в суде и он находится на подписке о невыезде, то прокурор может принять решение об его аресте до решения суда. Помимо административной, дебошир вполне возможно понесет и уголовную ответственность. Сейчас на него заведено два дела по статьям по бою и причинению ущерба чужому имуществу. Если суд признает Олега виновным, жители дома на Кировградской могут получить до двух лет спокойной жизни. Тимур Насибульный, Ирина Шудько, Руслан Шарафуддинов и Антон Лимонов. Новости 41-го канала.